Буквально пару месяцев назад Александр Атрошко отметил своё 60-летие. Юбилейный год мастер отмечает целым каскадом выставок. Вот и сегодня, параллельно с экспозицией в арт-галерее Родина, работы мастера можно увидеть и в фойе 4-й горбольницы. Одна из главных тем в творчестве мастера – сочинская природа. Преобладают пейзажи курорта и на юбилейной выставке. Произведения истинного искусства, отмечает сам автор, должны говорить с сердцем зрителя, провоцировать его на размышления, но самое главное – картины должны быть понятны. Я больше на зимний пейзаж как-то акцент сделал. Ну и цветы должны быть. Раз это юбилей, должны быть обязательно цветы. Они должны радовать глаз и вообще создавать настроение. Вот это, я думаю, важная задача. Буйство красок в каждой новой работе. Таким образом, автор решил отвлечь зрителя от суровых будней и создать на выставке атмосферу красоты, любви и добра. Поднимают настроение и название полотен. Праздничный букет, летний букет, цветы и фрукты, цветы и море, березовая роща, подсолнухи, зимний лес. Вдохновляет еще то, что я хочу, чтобы было лучше немножко у людей. И настроить и у меня, и у всех, чтобы было лучше. И в стране было лучше. Мне хочется все-таки украсить и чуть-чуть смягчить какие-то моменты. Есть такое крылатое выражение «красота спасет мир», но я думаю, что это непросто так сказано. За время творческой деятельности Александр Атрошко создал более пяти тысяч живописных работ, написанных в манере, которую относят к постнеклассическому этапу в русском изобразительном искусстве. На самом деле Атрошко, как истинный южанин, мало озабочен философскими проблемами. Коллеги говорят, он импульсивен и произволен. Благодаря этому его картины и наполнены брутальной открытостью. Все в его живописи как бы случайно. На самом же деле каждое изображение – это ощущение художника.